Предлагаем рассмотрение проекта решения Назаровского городского совета о внесении изменений и дополнений. Решение Назаровского городского совета от 20 декабря 2023 года за номером 1066 об утверждении городского округа на 2024 и плановый период 2021-2026 года. Предлагаем доходную часть бюджета внести следующее изменение. Произвести увеличение безвозмездных поступлений в размере 102 миллионов и 996 тысяч рублей по следующим мероприятиям. Увеличить на расходы по капитальному ремонту и реконструкции имущества, находящиеся в муниципальной собственности, касающейся объектов коммунальной инфраструктуры. Дополнительные средства составляют 61 миллион 246 тысяч. Это средства для проведения капитального ремонта и обретения оборудования для КНС 3, 5, 6 и 7. Средства на модернизацию и крепление материально-технической базы физкультурно-спортивных организаций. То есть продолжение у нас идет ремонта капитального на стадионе «Шахтер» 9,5 миллионов рублей. На выполнение требований федеральных стандартов спорта подготовки 1,9 миллиона, на предоставление грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности 2,9 миллиона рублей. На поддержку местных инициатив 5,175 миллиона, гордока ремонт фасада 2,699 миллиона и ремонт кровли юбилейный 2,475 миллиона. На систему образования, текущее содержание, осуществление деятельности 11,8 миллиона рублей. На реализацию муниципальных программ и поддержку социально-ориентированных инициативных организаций 605 тысяч. На выделение средств на постоянно действующие коллективы художественной самодеятельности, любительские творческие коллективы дополнительно 500 тысяч рублей. И на реализацию муниципальных программ по мероприятиям в сфере крепления межнационального и межконфессионального единства 192 тысячи. Произвести уменьшение от безразмезных поступлений в размере 8 миллионов 810 тысяч рублей. В основном это у нас все средства идут в рамках системы образования. И из них 368 тысяч – это экономия по торгам сложившаяся при предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Всего доходная часть бюджета увеличивается на 94 миллиона 179 тысяч рублей и составит 2 миллиарда 218 миллионов 860 тысяч. В расходную часть предлагаем внести изменения в части увеличения безразмезных поступлений на 94 миллиона 179 тысяч в соответствии с доходной частью. Кроме того, на реализацию расходов в части благоустройства территории детского сада Теремок и ремонта кровли зданий городского ДК в первом случае 7 миллионов 666 тысяч и 7 миллионов 647 тысяч рублей. Вносим дополнение в части оформления бюджетного кредита на сумму 15 миллионов 310 тысяч. Я поясню, эта ситуация у нас сложилась на прошлой неделе, мы получили согласование, достаточно большой объем информации и писем писали по данному направлению. Но не только у нас еще были объекты, но вот эти объекты согласовали, то есть город ДК и детский сад Теремок. Поскольку городской ДК участвует у нас в ПОК МОИ и соответственно Минфин принял решение о показании дополнительной поддержки и соответственно проведения комплекса мероприятий. По детскому саду Теремок, Теремок у нас участвует, выиграл он поддержку по проектам у Министерства финансов и там у них сумма в размере 7 миллионов еще дополнительно они получат на обустройство территории вокруг детского сада. Соответственно в комплексе там практически 15 миллионов будет на 2 учреждения. Данные средства согласованы письмами Министерства финансов в рамках криптосрочного кредита, я объясню что это такое, то есть при осенней корректировке Министерства финансов, осенней корректировке правового бюджета Минфин обязуется возместить эти средства городскому бюджету. А также предлагаю произвести увеличение расходной части на оплату по исполнительным листам изъятия нежилых помещений ПОР Бузова 86. Здесь тоже поясню, здесь сумма у нас согласована 6 миллионов 894 тысяч рублей, обращение Министерства финансов мы писали, у нас есть и жилые и нежилые помещения, которые прошли уже процедуру судебную и вынесем решение. В части жилых Министерства финансов пояснилось, что необходимо данные расходы производить в рамках действующей программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, а нежилые помещения в данном программе не подходят. Соответственно было предложено взять до конца года кредит, разлили 6,8 миллионов рублей с возмещением к концу года. Также предлагаем внести изменения в расходную часть муниципального бюджета, дополнительно уничтить расходы на обслуживание бюджетного кредита на сумму 37,7 тысяч рублей за счет остатков средств от субсидий прошлых лет. Увеличить финансирование на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив 304 тысячи на Гордыка юбилейный, то есть я говорю о 5 миллионов по Кутумии и доля бюджета софинансирована 304 тысячи. Данные расходы мы снимаем с программы по финансовому управлению, поскольку они были у нас заложены в БСУ, то есть определенных мы не знали, кто выиграет, и средства были зарезервированы при утверждении бюджета. Также мы увеличиваем расходы по капремонту и реконструкции объектов, находящихся в муниципальной собственности за счет остатков прошлых лет в размере 110 тысяч. В целом расходная часть бюджета у нас увеличивается на 116 миллионов 531 тысяч и составляет 2,259 миллионов 141 тысяч рублей. Объем дефицита бюджета составляет по-прежнему первоначальный кредит 40 миллионов, остатки 281 тысячи. И увеличение бюджетного кредита у нас происходит на 22 миллиона 204 тысяч рублей. Кроме того, мы вносим изменения в доходную часть на плавные бюджеты в 2025 и 2026 годы. Это перемещение гернижных средств между статями. Продолжение следует... Продолжение следует...